Аббревиатура МИК, обозначившая творческое содружество двух крупнейших авиаконструкторов современности Микояна Игуревича стало синонимом скорости, маневренности и боевой мощи. Когда-то Артем Микоян сказал, мы проектируем и строим много не для того, чтобы прославиться. Мы хотим иметь сильную авиацию. 30-е годы в Советском Союзе были отмечены бурным развитием авиапромышленности. Тема авиации приобрела массовый характер. Повсеместно открывались аэроклубы, портреты летчиков-героев не сходили с газетных полос. Главный лозунг авиастроителей тех лет – все выше и выше и выше. Строить самолеты и летать на них мечтал без преувеличения каждый гражданин страны Советов. С таким же горячим желанием посвятить жизнь авиации в 1937 году после окончания Академии ВВС имени Жуковского на московский государственный авиационный завод номер один пришел Артем Микоян. Микоян Артем Иванович – выдающийся авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, глава ОКБ 155, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий, академик. Годы жизни 1905-1970. Первый авиазавод выпускал машины короля истребителей Николая Поликарпова. Молодому инженеру поручили приемку И-15. Вскоре Артем Микоян познакомился с Михаилом Гуревичем, возглавлявшим у Поликарпова бюро эскизного проектирования. Так зародился творческий союз, который совершил переворот в истребительной авиации. Гуревич Михаил Иосифович – выдающийся авиаконструктор, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий. Годы жизни 1892-1976. В середине 30-х годов истребители Поликарпова И-15 и И-16 по праву считались лучшими в мире. Однако во время гражданской войны в Испании они встретились в небе с истребителями Виллеми Сершмитта БФ-109. У советских машин появился грозный конкурент, главным преимуществом которого была скорость. Потенциальный противник в назревающей европейской войне получил неоспоримое превосходство в небе. Осенью 1939 года советская делегация, побывавшая в Германии, могла ознакомиться с образцами немецкой авиационной техники. По прибытию из Германии у нас неоднократно проходили совещания по этому вопросу, на одном из которых Поликарпов отметил, что Германия вышла на передовые рубежи в авиационной промышленности. Борьба за скорость стала определяющим фактором при строительстве боевых машин. Каждая из конкурирующих сторон использовала все новые аэродинамические схемы и все более мощные моторы. 8 декабря 1939 года на базе ОКБ Поликарпова был создан особый конструкторский отдел. Он занялся разработкой проекта скоростного истребителя-перехватчика И-200. Руководителем отдела был утвержден Артем Микоян, его заместителем Михаил Гуревич. Темпы работ над новой машиной были невероятно высокими. Время заставляло торопиться. Война уже стучалась в двери. Если в то время на разработку и внедрение в серию самолета уходило до двух лет, то и больше. То есть пока его разработают, пока он пройдет испытания, пока опытные чертежи переработают в серийные, пока построят серийные машины, уходило от двух лет и более. То есть когда самолет уходил уже на аэродром доведенный, порой бывало, что он уже устаревал. 5 апреля 1940 года опытный образец высотного перехватчика И-200 поднялся в небо. 18 августа 1940 года на параде, посвященном Дню авиации, машину впервые показали широкой публике. На самолете был установлен тяжелый мотор от бомбардировщика, из-за которого конструкторам и инженерам пришлось немало потрудиться с центровкой и размещением вооружения. Но результат оказался обнадеживающим. Скорость достигла рекордного показателя — 640 км в час. Справка. МиГ-1. Высотный скоростной истребитель-перехватчик. Длина — 8,15 метра. Размах крыльев — 10,2 метра. Максимальная взлетная масса — 3300 кг. Силовая установка. Двигатель АМ-35А мощностью 1350 лошадиных сил. Максимальная скорость — 660 км в час. Практический потолок — 12 000 метров. Практическая дальность — 780 км. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 мм. Один пулемет калибра 12,7 мм. С первых полетов стало ясно, истребитель перспективен. Не дожидаясь окончания испытаний, самолет запустили в серийное производство под обозначением МиГ-1. За его разработку Микоян и Гуревич были удостоены сталинской премии. К началу Великой Отечественной войны было выпущено около 800 мигов. Почти все они находились на вооружении строевых частей западных военных округов и были уничтожены немецкой авиацией в первые дни войны прямо на аэродромах. Основная тяжесть воздушных боев легла на морально устаревшие истребители И-15, И-153 и И-16. В небе господствовали самолеты Люфтваффе. Лишь к осени 1941-го советским летчикам удалось несколько выровнять положение. Основой истребительных авиационных частей, защищавших небо Москвы, стали модернизированные МиГ-3. МиГ-3. Высотный скоростной истребитель-перехватчик. Длина 8,25 метра. Размах крыльев 10,2 метра. Максимальная взлетная масса 3350 килограммов. Силовая установка. Двигатель АМ-35А мощностью 1350 лошадиных сил. Максимальная скорость 640 километров в час. Практический потолок 12 тысяч метров. Практическая дальность 1250 километров. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Один пулемет калибра 12,7 миллиметра. Шесть неуправляемых ракетных снарядов. Бомбы весом до 200 килограммов. Недостатки МиГ-1 были в основном изжиты. Но нетотры его отрицательные свойства преодолеть не удалось. Плохую маневренность на малых высотах. Большой взлетный вес. Относительно слабое вооружение. Необычная центровка самолета так и не позволила разместить на серийных истребителях авиапушку. Но ремонтное качество МиГ-3 были исключительными. Хорошо обеспечивалась взаимозаменяемость деталей и узлов. По скорости же МиГи не имели себе равных. В руках опытных летчиков этот истребитель стал грозным оружием. Машина была сложна в пилотировании. Однако хорошие летные характеристики на высотах свыше 5000 метров давали преимущество над большинством самолетов противника. По предложению героя Советского Союза полковника Степана Супруна, в первой неделе войны из летчиков-испытателей были сформированы два истребительных авиаполка. Они вооружались самолетами МиГ-3. 4 июля 1941 года в первом же боевом вылете Супрун сбил вражеский истребитель. В следующем встретился с шестью БФ-109 и сбил два из них, перед тем, как был подбит и погиб, совершая вынужденную посадку у белорусской деревни Монастыри. 21 июля 1941 года, через месяц после начала войны, на Москву был совершен первый массированный налет немецких бомбардировщиков. 195 самолетов попытались прорваться к советской столице. 173 краснозвездных истребителя не пропустили врага. Около трети советских пилотов, принявших участие в этом воздушном бою, летели на МиГах. Многочисленные попытки Люфтваффе прорваться к Москве продолжались до середины августа 1941 года. Но все они не увенчались успехом. Основой советской противовоздушной обороны на тот период времени были истребители-перехватчики МиГ-3. В дальнейшем, в налетах на столицу, участвовали только отдельные группы немецких самолетов. В период контрнаступления советских войск под Москвой, МиГи, вооруженные реактивными снарядами и авиабомбами, наносили удары по немецким оборонительным рубежам и опорным пунктам. МиГ-1 и МиГ-3 серийно производились на авиационном заводе номер 1 вплоть до октября 1941 года, когда предприятие было эвакуировано в Куйбышев. На этом выпуск первых МиГов прекратился. Всего за предвоенный период и в первые месяцы войны было произведено 100 истребителей-перехватчиков МиГ-1 и 3142 МиГ-3. Эвакуированный завод перешел на выпуск других машин, остро необходимых фронту, в том числе штурмовиков Ил-2. МиГи воевали в истребительных авиаполках до середины 43-го года, а в частях противовоздушной обороны до конца войны. В 1942 году отдел под руководством Микояна Игуревича стал самостоятельным опытно-конструкторским бюро за номером 155. ОКБ занялось созданием экспериментальных машин. На основе МиГ-3 были построены несколько новых истребителей. Наиболее значимым достижением в этот период, в период Великой Отечественной войны, это создание самолетов серия А. От И-220, это первый самолет, до И-225. Пять машин. Машины получились очень удачными. То есть удалось устранить все недостатки, присущие МиГ-3. И несмотря на то, что самолет был больше, чем МиГ-3 по размерам, по себестоимости он был дешевле. Удалось достичь значительного сокращения затрат на изготовление нового самолета. В принципе, надеялись еще вернуть серию. Однако в 1943 году уже стало ясно, что серию не вернуть. Скорость опытных истребителей Микояна и Гуревича достигла 750 км в час. Это стало пределом для самолетов с поршневым двигателем. Винтовые машины просто не могли летать быстрее. Их время закончилось. Наступала эпоха реактивной авиации. Опыт, полученный Микояном и Гуревичем в ходе работ над экспериментальными самолетами, позволил вплотную приблизиться к созданию реактивного истребителя. И он появился сразу же после войны. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин